Друзья, я приглашаю вас 15 сентября в 19 часов на открытие выставки «Современный русский импрессионизм». Очень мощная выставка. Москва, Автозаводская улица, дом 18, торгово-развлекательный центр «Ривьера». Выставочное пространство, арт-коробка. Полный список авторов я уже опубликовал в Телеграм-канале. Работы только что отправил курьером. Послезавтра будет монтаж экспозиции. 15 числа жду вас в гости. Whitehead. Будет ли на выставке 15 числа выставляться Бато? Будет выставляться, и будут очень многие интересные художники. Алиса Ткалич. Спасибо за видео. Не подскажете, что за музыка играет в конце. Это мой друг Никита Братусь. Посмотрите, наберите его имя в поисковике, и много чего интересного высветится. Это композитор, музыкант, джазист. Великолепнейший джазист. Я с ним давно знаком. Он сейчас в Германии. Зензип. Рисуете ли вы работы полностью из головы без натуры? Да нет, как-то мне неинтересно, потому что натура настолько меня захватывает, что просто придумывать что-то... Мне нужно на что-то опереться. И когда есть опора, я могу придумывать, фантазировать на эту тему. Но опора на цвет, на свет, на сюжет, на поворот, на движение, если пластику, если там присутствует человек в картине. Лайма Хорс. А вы можете сказать, как можно научиться придумывать свои картины? Знаю, это приходит с опытом, приводит с опытом. Но всё же иногда надоедает делать копии. Хочется что-то свою придумать. А как и что мысли пытаются, путаются, наверное. И почти невозможно представить, что липа. Липа. Липа – очень хорошее дерево. Мягкое. Я клюкарзами делал сам клюкарзы. Да. Из очень твёрдой стали. Клюкарзы – это такие железочки, которыми резьба по дереву осуществляется. Ну, ещё юный был, мне всё было интересно. И по дереву имя, по липе очень хорошо. Ну, так вот, нельзя ничего придумать, не приходят мысли. Ну, не приходят и не приходят. Придёт время – придут. Но не цепляет, например, человек. Вот вы разговариваете с ним, он ухаживает, например, за вами. Лайма – хорс. И цветы дарит, и всё такое. А вот нету этого самого. Не заходит. Огня нет. Но чего пыжится? Придёт время, придёт другой, может быть, человек. И с одного взгляда будет всё понятно. Так и здесь. Живопись – это же акт любви. Высочайший. Если нету потенции, вот сил никакой, ну, ты не вымучаешь ничего, не получится ничего. Оно приходит тогда, получается, тогда, когда через край льётся слишком много, что невозможно остановить. Тогда и выплёскивается избыток такой от переполненности чувств. Живовств. Значит, если это так, это главное условие – быть переполненным. Отсюда вся петрушка, каша. То есть, получается, что ты общаешься, путешествуешь, и тебя всё захватывает. Если действительно захватывает. Вот это и есть чувство нужно писать, а не мысль о том, как бы так написать эту рощу, вот это дерево, чтобы вообще сразить всех. Это, мне кажется, такая хорошая идея. Но первое – это всё-таки ваш восторг. Мысль сама родит название, чего делать с этим, куда этот восторг употребить. А если мыслей нет, ничего не приходит, то и не надо делать. Мне так кажется. А как вы думаете, друзья? Ну, представьте, вот он к вам приходит, ну, тот, который ухаживает, а вы смотрите на него вот так вот. У вас нет ни желания, ни энергии. Даже вот смотреть на него больно. И что из этого будет? А он прям хочет, распаляется, ему надо. И что из этого будет? Татьяна Зубанова. Картина с обнажёнными девушками. Начинаешь понимать, как красиво, изящно женское тело. Да, Татьяна, это правда. И ещё художник решает множество задач, как вы сказали. Спасибо. Очень многие женщины, ну, художники-женщины, им нравится больше женщин рисовать. Ну, вот на набросках я вот так вот просто заметил. Они сами говорят об этом. Прям не надо нам, мужиков, мы любим женщин рисовать больше. Я просто намекал, что может чередовать как-то. Давайте приглашать всем, типа, для женщин подарок сделать. А они говорят, нет, мы любим женскую красоту. Ну, ведь действительно ничего в природе, ну, просто посмотрите кругом в себя, ничего красивее женщины нет. Ну, не создано. Ну, за исключением, конечно, мужчины. Нужно в паре рисовать. Кстати, вот представьте, обнажённая модель женская во всех музеях, а обнажённая мужская только кто? Микеланджело скульптуры лепил. Выдолбливал из кирпича, из камня, из мрамора. Роден уже, у него парные союзы. В основном Роден, да. А Микеланджело прям юноша любил. Долго же долбил, наверное, всё это. Сара Казань. У меня есть несколько работ с десяток штук. 50 на 70. Они очень давние. С ними что делать? Если перекрасить, то есть перерисовать на продажу. В то время я только начинал отворить. Как освободить место в мастерской? Ну, конечно, перекрасить. Даже заборы перекрашивают. Крыши. Какие крыши в гурзуфе красивые. Не счищая старую краску, а сверху поработать мастихином. Сейчас очень люблю этот инструмент. Сара Казань. Новый чесночком, например, протрите. Вот эти старые работы. Или ряточным лаком. Или домарным на худой конец. Можно с растворителем немножечко размешать. И пишите себе на здоровье. Записывайте. Я страсть люблю записывать старые работы. Но почему? Потому что есть среда. Что-то ты пишешь новую. И вот эти краски, которые там внутри, они сквозят. Единственный минус. Если краска пастозная, то ты будешь писать, а все равно проглядывается. Вот эта пастозность, она бывает просто не к месту где-то там. Вырвется какой-нибудь мазок. А тебе нужно там гладенько сделать. Вот этого если не боитесь, если у вас не пастоза, то вообще проблем нет. Это изумительно. Я даже решаю эту свою страсть тем, что специально делаю имприматуру разноцветную. Краски остаются на палитре. Куда их девать? Они все равно засохнут, если ты не пишешь, например, годами. Ну, раз ее замазал мастихином, который любимый ваш инструмент, прям на холсты, которые куплены новые. И пусть они стоят, настаиваются. А потом их можно чуть протереть тем же вот чесночком и писать, как по старому холсту будет. В этом есть кайф. Эта краска, которая там, то есть ваши работы, она связывает новые слои своей неожиданностью. Вообще неожиданность в живописи, вы же понимаете. Это как в этом самом сексе. То есть полная неожиданность. Я ему все приготовил и принял в ванну, а он заглянул, пришел в гости, заглянул, видит, что я. И ушел неожиданно, очень. Думала, вот сейчас, наконец, любовь. А оказалось, опять опыт. Кристина Свенсон. Я хотела бы сказать о том, как люди любят слэш не любят картины. Я активно выставляю свои работы на аукцион и вижу, что работы, которые я считаю неудавшимися, нравятся покупателям больше, чем те, которые я считаю хорошими. Такой парадокс. Вот это номер. А почему они неудавшиеся? Мне очень интересно. Кристина, развейте эту, пожалуйста, мысль в следующем письме или в телеграмме напишите. Почему неудавшиеся? Бывает так, что раньше остановился, недописал как бы привычным способом, недорассказал. Для тебя это что-то такое вот неудавшееся, а людям нравится недосказанность. Бывает? Бывает. Ну, надо понять, почему неудавшиеся? Какие? Что там? Что там есть? Может быть, там меньше действительно деталей? Меньше того, к чему вы привыкли и чем публику подчевать, а они хотят вот именно чего-то такого нового. Вы просто удивляете, и они летят на это удивление. Как пчелы на мед. Нужно удивлять. Мне кажется, в этом вся штука. Писать так, как элемент удивления. Задачу поставить. Я сегодня не буду стандартен, как бы. Я постараюсь нарушить правила. Я постараюсь не быть вчерашним. Написать так, как... Не так, как я умею. А так, как я еще не пробовал. Вообще, эта задача максимум для каждой новой работы. Но фешинг говорил, что пишите так, чтобы ваша новая работа была не похожа на предыдущую. Гениально. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, пишите вопросы и заходите в мою онлайн-школу. Друзья, я записал второй урок по наброскам карандашом. Есть некий прием, универсальный прием рисования объемов, который поможет вам избегать ошибок в рисунке. Это практический урок. То есть вы берете карандаш, бумагу и рисуете вместе со мной. Изучаете фигуру человека. Почему человека? Потому что это самая сложная форма в пространстве. И научившись рисовать ее, а я предлагаю довольно сложные ракурсы, вы сможете нарисовать все, что угодно. Второй урок сложнее, чем первый. Потому что ракурсы сложнее. Но прием, который я показываю, позволит справиться с ними. За дело, друзья. Ссылка на школу в описании к каждому видео. Смелее нажимайте на нее. Справа на сайте, если возникнут проблемы, есть пошаговые инструкции, как купить урок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok